Кремлёвские пропагандисты Украинское информационное агентство Униан утверждает Только не впечатляйтесь Вначале посмотрите и послушайте В общем, друзья, если говорить кратко То главная претензия россиян к украинским СМИ Это выдуманные победы Украинцы-то глупые Никаких военных карт в стиле Дипстейт в жизни не видели А потому им наивным по телевизору Постоянно врут Только чур громко не ржать Что это Украина Сейчас ведёт наступление на Россию А не наоборот ВСУ наступает на Кубань Как вам такое? То есть все мы тут беспросвестно тупые И вместо фронта под Волчанском Якобы реально думаем, что украинские силы обороны На Кубань наступают Ну не будет же Канал РЕН-ТВ врать Это не шутки Это реальные заголовки Крупнейшего и когда-то авторитетного Информационного агентства Униан Причём обратите внимание, что в качестве пруфа Россия не использует вот эту фразу Одного из украинских чиновников ВСУ наступает на Кубань Как вам такое? К русским регионам они имеют никакого отношения Там другая идентичность абсолютно Это в первую очередь Кубань Хотя здесь сразу возникает вопросик А где здесь хоть слово про штурм? Но если вы не поленитесь и потратите 30 секунд И отыщите оригинал эфира То всё окажется же ещё смешнее На самом деле там не то, чтобы про штурм речи не было Там даже о войне не говорили Речь шла о том, что Москве всё сложнее контролировать Такие самобытные регионы, как Чечня А Кубань вспомнили как раз в контексте Чечни Что может являться и что будет даже Так вот являться триггером вот этих хаотичных процессов Внутри Российской империи Это как ни странно Это будут не так называемые национальные республики Это будут так называемые исконно русские регионы Хотя к русским регионам они имеют никакого отношения Там другая идентичность абсолютно Это в первую очередь Кубань, как таковая Во вторую очередь это Сибирь и Урал Екатеринбург и Новосибирск Это те регионы, которые фактически кормят Так называемую Россию, матушку, Российскую империю Скажем больше, в оригинальном видео Даже на картинке рядом со спикером Чеченцы были изображены Не украинцы, чеченцы К русским регионам они имеют никакого отношения Там другая идентичность абсолютно Это в первую очередь Кубань Но смешные додики из РЕН-ТВ перерисовали картинку А чё такое, жалкие? Иначе бы холопов оболванить не получилось ВСУ наступает на Кубань Как вам такое? А теперь просто проговорим Российский федеральный канал сознательно делает фейки Чтобы выставить украинцев дураками Но это же только начало Давайте ещё дальше смотреть Ха! А ведь Украина, оказывается, сейчас не только Кубань Но и другие регионы РФ атакуют Во-вторых, ВСУ перешли границу и штурмуют сейчас Курскую область Ну тупые эти украинцы Расплываются в улыбке ведущей по фамилии Прокопенко Да и чё бы не расплываться, у него же для глубинного народа и пруф имеется Вы только посмотрите, что в Украине по телевизору несут Они проходят очень чётко, многие города Занимают их без боя И всё бы ничего Вот только космонавты из РЕН-ТВ забыли добавить, что Запись-то не свежая Этому баяну сто лет в обед Оригинал в эфир вышел во времена Захода союзных Украине подразделений РДК И Легиона Свобода России Как раз в Курскую и Белгородскую области Кстати говоря, мы только что видели символичные кадры снятия российского триколора А мы лишь отметим, что посёлок Горьковской Белгородской области Теперь под контролем российских освободительных сил Они проходят очень чётко, многие города Занимают их Ну же, Прокопенко, было такое или нет? Если нет, то зачем же тогда Шойгу авиации Все приграничные российские сёла разбомбил? А? Об этом даже российские военкоры писали Села Козинка уже фактически не существует Ни одного целого дома нет По селу активно прилетают чугуней Хохлы малыми группами пытаются закрепиться в домах Поэтому дома уничтожаются Ну а на погоны мы можем и Марго Симоньян добавить Это Чурчхела на двух ножках в ноги чмоням Кланялась за спасение приграничных с Украиной областей Хочу поклониться нашим спецслужбам, армии и всем причастным Кто сегодня сорвал серьезнейшую попытку прорыва боевиков и тяжелой техники вглубь России Спасибо, братья А это говорит только о том, что ничего украинские каналы не выдумывали Ни одного слова И на момент тех событий комментарий эксперта был более чем адекватен Но фейкометы из РЕН-ТВ подправили дату И делают вид, якобы украинцы верят в штурм Курской области сейчас В СУ перешли границу и штурмуют сейчас Курскую область Мудрено ли, что украинцы по привычке верят этому агентству И некоторые из них пребывают в абсолютной уверенности, что все так и есть И про Курск, и про Кувань И вот такие манипуляции за поребриком сплошь и рядом Даже не будем далеко ходить Берем этот же эфир канала РЕН-ТВ Там сейчас полк Азов языком побеждать будут Почему даже самые крупные украинские СМИ Такие как агентство Униан С каждым днем несут все более абсурдную дезинформацию Ответ на этих кадрах Посмотрите, как сегодня бегут с позиций Самые ярые националисты из запрещенного Азова То есть, про Копенко и компания показывают видео с ранеными Азовцами И утверждают, что именно так, подвывая от боли Представители элитного подразделения украинской армии Убегают от российских оккупантов Ответ на этих кадрах Посмотрите, как сегодня бегут с позиций Самые ярые националисты из запрещенного Азова И даже не совсем понятно, на кого рассчитаны такие фейки На полных ракушек Которые не только не в состоянии думать Но и поленятся оригинал найти Мы вот потратили время и готовы загнать позорный канал РЕН-ТВ Под информационную шконку Ответ на этих кадрах Посмотрите, как сегодня бегут с позиций Самые ярые националисты из запрещенного Азова Все увидели контент? Мы специально в полеэкране сделали Чтобы ни у кого не возникало сомнений Это ровно то же, что показывали московские пропагандисты Ну а теперь смотрим дату заливки 2 декабря, 2023 год Вау! Неужели 2023 год? То есть опять боян под видом свежего видео Ура! Патриотам подсунули Но даже год назад ни о каком бегстве Азова Не могло быть и речи Давайте вместе почитаем описание под видео Драматичные видеокадры с Гопро-камеры Бейтся третьей штурмовой бригады Зняты под час закрепления группы на взятих позициях Подии развиваются на подступах до Андреевки Под Бахмутом То есть Азовцы получили ранения Зачищая окопы врага А убежали именно чму они На позициях которых Азов пытался закрепиться Получается российские пропагандисты Тупо взяли и перевернули всю историю С ног на голову Ну а как же же иначе По-другому ж победы-то не будет И как попрятались по норам И приуныли другие украинские неонацисты Которые обещали резать москалей Сгинули в окопах и те, кто клялся захватить Россию Кто зиговал и обещал истреблять русских И просто представьте масштабы лжи В российских СМИ в целом Если они даже по мелочам не стесняются Так позориться и подставляться Впрочем, давайте не будем гадать А лучше мы вам сейчас наглядно покажем Финты ушами канала РЕН-ТВ По уже более серьезным историям Украинские СМИ сообщают, что якобы 7 июня американскими ракетами Атакамск был нанесен удар По военной базе России И узлу связи в Луганске Не так давно в оккупированном Луганске Был ракетный удар, в ходе которого К большому сожалению пострадали и мирные жители Из тех записей, что есть в открытом доступе Совершенно очевидно Жертв удалось бы избежать Если бы криворукие российские ПВОшники Не сбивали ракеты, летящие по военным целям Над домами мирных жителей Посмотрите, как это было Тут-то в дело и врываются пропагандисты с РЕН-ТВ Которые, несмотря на очевидные пруфы И обломки С-300 на месте удара Принимаются доказывать, что Жилые дома и были целью украинских фашистов Однако на самом деле Целью американских ракет Оказался мирный жилой квартал Это ясно как по многочисленным видео С места атаки, так и по характеру ущерба За счет того, что ракеты были оборудованы Кассетной боевой частью Пострадали 60 горожан Более 30 домов, 2 школы, 3 детских сада и колледж А про военные базы украинцы, как вы уже поняли Якобы все придумали Это фейк, говорят в Москве Когда же в сеть попали эти кадры Разоблачившие фейк об ударе якобы по военной базе Украинская пропаганда попыталась оправдаться новым враньем По ее словам, на жилой дом в Луганске Якобы упали обломки российских ракет ПВО Ну что же, отлично, раз фейк Хорошо А вот это подгулявшее здание Тогда, очевидно, на киностудии Довженко сняли Ну, знаете, бутафорская такая база Чтобы постановочные фейки оправдать Но это не точно Вот только чем тогда объяснить тот чудесный факт Что есть десятки, если не сотни фотографий Военной техники и личного состава оккупационных войск Как раз в этом здании Ну же, РЕН-ТВ Это у нас че такое, а? Тут вам и танки, и построения всякие То есть прилет, что называется, ювелирный Точнее, некуда Но ничего этого россиянам, естественно, не показали Укры, кассетами, по мирным кварталам ударили, ага Однако на кадрах, заснятых очевидцами, видно Ракета взрывается в нескольких метрах над землей Высвобождая кассетные заряды Собственно, на подобной лжи уже 10 лет и разжигается ненависть Причем от безнаказанности пропагандисты с каждым разом все сильнее теряют берега И пытаются врать в совсем уж очевидных историях В СУ обстреляли Первомайск Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня Когда в центре города было много людей Предварительно известно о том, что в результате обстрела пострадало остекление административных учреждений Учреждений культуры и образования, а также жилых многоквартирных домов Видали, какое коварство буквально на днях случилось? Мирный город, фашистский беспилотник якобы атаковал Ну и, конечно, без камер не обошлось Сейчас вот вам развалины дома и перепуганных аборигенов покажут Мы успели просто выбежать, думали, мы погибли Выскочили, конечно, мы сразу, потому что дышать нечем было Все горит везде, все дымится Лично нас сразу смутило вот что У Украины, конечно, есть хорошие ударные беспилотники Но боевой части там не так много для настолько серьезных разрушений И вот, потратив пару минут в гугле, мы очень быстро выяснили, что же на самом деле случилось в оккупированном Первомайске Вот сами посмотрите видео, снятое случайным очевидцем То есть нечто горит на дороге, а потом происходит детонация Такой силы детонация, что никакой беспилотник и рядом не стоял Собственно, именно после этого взрывной волной и посносило окна и балконы в соседних домах Вон еще один вояка, вот от деревьев что пооставалось Лянь, пи***ь, вообще пи***ь, тому дому пи***ь, что творится А еще по всему району разлетелись остатки боеприпасов Даже после работы саперов на следующее утро осколки то и дело попадают в кадр Здесь бы россиянам выйти и честно сказать, мол, на дороге загорелся КАМАЗ с боекомплектом На войне такое бывает Глянь, какая, пи***ь, ронка посреди, пи***ь этого, пи***ь Разорвало весь КАМАЗ, одни щепки, пи***ь Ну а россияне скорее ногу себе отгрызут, чем скажут правду в случае, когда на чужом горе можно станцевать Вот только в такой тактике есть и очевидный минус Ведь абсолютно все жители Первомайска, своими глазами видевшие, что на самом деле случилось Теперь отчетливо понимают, насколько же лжива вся кремлевская пропаганда И мы надеемся, что в дальнейшем хотя бы некоторые из этих людей уже не будут слепо верить российскому телевизору Вот почему мы считаем, что в российской Геббельсовщине есть и свои небольшие плюсы Ведь мало что может раззомбировать настолько быстро, чем осознание того, что много лет из тебя делали дурака Направляя эмоции и поступки в нужное Кремлю русло Больше восьми лет Они всеми силами разжигали ненависть О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим Мы обязаны быть там Но их план не сработал, ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку Все будет Украина!